Аудиокнига своими руками Студия Барабаны Судьбы Читает Александр Водяной Рэй Брэдбери Дракон Читает Александр Водяной Ничто не шелохнется На бескрайней болотистой равнине Лишь дыхание ночи колышет невысокую траву Уже долгие годы Ни одна птица не пролетала Под огромным слепым щитом небосвода Когда-то давным-давно Тут притворялись живыми Мелкие камешки Они крошились И рассыпались в пыль Теперь в душе двух людей Что сгорбились у костра Затерянного среди пустыни Шевелится одна только ночь Тьма тихо струится по жилам Мерно, неслышно стучит в висках А цветы костра пляшут на бородатых лицах Дрожат оранжевыми всплесками В глубоких колодцах зрачков Каждый прислушивается к ровному Спокойному дыханию другого И даже слышит Кажется, как медленно точно у ящерицы Мигают веки Наконец, один начинает мечом ворошить уголья в костре Перестань, глупец Ты нас выдашь Что за важность Отвечает тот-другой Дракон все равно учует нас издалека Ну и холодище Боже милостивый Сидел бы я лучше у себя в замке Мы ищем не сна Но смерти А чего ради? Ну, чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город Тише ты, дурень Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку Между нашим городом и соседним Ну и пусть пожирает А мы вернемся домой Тссс Слышишь? Оба замерли Они ждали долго Но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней Точно бархатный черный бубен Да едва-едва позванивали серебряные стремена Ох и места же у нас Вздохнул второй Тут добра не жди Кто-то задувает солнце И сразу ночь И уж тогда Тогда Господи Господи, ты только послушай Говорят, у этого дракона Из глаз огонь Дышит он белым паром Издалека видно Как он мчится по темным полям Несется в серном пламени и громе И поджигает траву Овцы в страхе кидаются в рассыпную И, обезумев, издыхают Женщины Рождают чудовищ От ярости дракона Сотрясаются стены Башни рушатся И обращаются в прах А на рассвете Холмы усыпаны телами жертв Скажи Сколько рыцарей уже выступило против этого чудовища И погибло Как погибнем И мы Хватит болтать Надоело Как не надоесть Среди этого запустения Я даже не знаю Какой год на дворе Девятисотый От Рождества Христова Нет-нет Зашептал другой И зажмурился Здесь На равнине Нет времени Только вечность Я чувствую Выбежать назад На дорогу А там Все не так Гордо Как не бывало Жители еще не родились Камень Для крепостных стен Еще не добыт И скаменоломен Бревна не спилены В лесах Не спрашивай Откуда я это знаю Сама равнина Знает и подсказывает мне А мы Сидим тут одни В стране огненного дракона Боже Спаси нас И помилуй Затаи страх В душе Но не забудь Меч И латы А что толку Дракон Приносится Неведомо Откуда Мы не знаем Где его жилище Он исчезает В тумане Мы не знаем Куда он скрывается Что ж Наденем доспехи И встретим смерть Во все оружии Не успев Застегнуть Серебряные латы Второй Вновь застыл И обернулся По сумрачному краю Где царила тьма И пустота Из самого Сердца равнины Сорвался ветер И принес пыль Что струится В часах Отмеряя бег Времени В глубине Этого Невиданного Вихря Пылали Черные Солнца И Неслись Мириады Сожженных Листьев Сорванных Неведомо С каких Осенних Деревьев Под этим Жарким Вихрем Таяли Луга И Холмы Костя Костя Истончались И не было ни дня, ни часа. Время исчезло. Остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной леденящей буре, в белом громе, что надвигался за призрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлеснул ливень, и снова все стихло. И в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое. — Вот, — прошептал первый, — вот оно! Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело. Мчался дракон. В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуношную тишину разорвало грозное шипение. Дракон стремительно надвигался. Ближе, ближе. Над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи. Возникло что-то темное, неясное. Дракон сползло, извиваясь в долину, и скрылось. — Скорее! Они пришпорили коней и поскакали к ближней лощине. — Он пройдет здесь! Поспешно закрыли коням глаза шорами. Руками в железных перчатках подняли копья. — Боже, правый! Да будем уповать на Господа! Миг, и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них. На доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным лоплем и скрежетом дракон рванулся вперед. — Помилуй нас, Боже! Копье ударило под желтый глаз без век. Согнулось, и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с едоком прочь. За добрых сто футов! И они разбились об огромный валун. А дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем в огромных мягких перьях слепящего, редкого дыма. «Видал?» — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил. — Да, то же самое, точь в точь. — Рыцарь в латах! Вот лопни мои глаза! Мы его шибли. — Ты остановишься? Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто. Но ведь кого-то мы сбили. Я свистел вовсю. Малый мог бы посторониться, а он и не двинулся. Вихрем разорвало пелену тумана. — Встокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред. Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорой пронесся по глубокой лощине. С разгона взял подъем и скрылся. Исчез безвозвратно холодной доли на севере. Остались лишь черный дым и пар. И еще долго таяли в оцепенелом воздухе. Зубы. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует...